Добрый вечер, уважаемые телезрители! В прямом эфире программа «Наедине со всеми» и я, ее ведущий Александр Катунцев. Вчера, 15 декабря, в Киеве прошло два митинга. Противников и сторонников действующей власти. Так называемый Евромайдан на площади независимости и анти-Евромайдан на Европейской площади соответственно. Несмотря на территориальную близость двух мероприятий, удалось избежать конфликтов и открытого противостояния. И сегодня мы продолжаем обсуждать главную политическую тему страны. Это ситуацию на Евромайдане в Киеве, пути и перспективы разрешения политического кризиса в Украине. Сегодня в гостях у нас в студии председатель Одесской областной ассоциации работодателей Юга Украины Юрий Борщенко и член полицовета Одесской городской организации политической партии «Удар» Виталия Кличко, Виталий Свичинский. Добрый вечер, уважаемые гости! Добрый вечер, уважаемые гости! 728-01-71 Если же ваш ответ получилась только телекартинка, звоните по телефону номер 728-01-72. Кроме того, если у вас будут вопросы непосредственно к нашим гостям, звоните по телефону прямого эфира 728-72-07. Итак, уважаемые гости, еще раз я рад приветствовать вас в нашей студии и хотелось бы начать наш разговор с информацией о том, как прошли эти мероприятия, о которых я говорил чуть выше, в Киеве и что сейчас происходит на Евромайдане. Насколько я знаю, Виталий, вы вчера вернулись из Киева. Юрий Николаевич, вы сегодня ночью приехали из Киева, но были непосредственно на месте событий и вы очень видели, что происходило в Киеве вчера 15 декабря. Ну, начну, пожалуй, первое, что хотел сказать, что действительно на Майдане, на настоящем Майдане, так назовем, всегда царит дружелюбная атмосфера, там всегда люди рады каждому приехавшему, каждому человеку с любого конца Украины или мира, которые присоединяются к нашим желаниям. И знаете, вы уже, если раньше это было желание евроинтегрироваться, да, или подписать ассоциацию с Европой, то сегодня это желание перемен, да, желание жить лучше. И уже сегодня это новый вектор, так сказать, требований Майдана. То, к сожалению, конечно же, на Антимайдане, на Европейской площади, все, что насильно, оно всегда не приживается. Все, что насильно, оно всегда начинает разрушаться и морально разлагаться. И буквально там через несколько часов, да, люди уже абсолютно не понимали, каков ключ, зачем они стоят. Им хотелось, наоборот, приобщиться к тем согражданам, да, которые стоят здесь уже много недель, да, у которых есть цели, идеи. И поэтому, ну, мы видели такую миграцию, обхождение через другие улицы, и заход на Майдан, общение. И при том, при том много очень, я встречал знакомых, люди, которые говорят, студенты, которые говорят, что мы приехали, ну, зачет пообещали. Это не позиция, это действительно неправильно. Однако, ну, вот им пообещали, они студенты, у них еще, может быть, не сформировано это гражданское сознание, да, они приехали. При том, зайдя на Майдан, они были удивлены, они думали, что все здесь стоят за деньги, что все, ну, абсолютно добровольно. Я видел, как киевляне, как предприниматели привозят продукты, привозят, там, средства обогрева и так далее. Это абсолютно все бесплатно, бескорыстно и для людей. Это очень приятно. Юрий Николаевич, у вас какие впечатления от вчерашних мероприятий? Ну, я вам скажу, что это я, уже мы таких, третья поездка на каждой, там, через два дня. Я приезжаю и просматриваю, потому что мы в это время подвозим продукты с собой, привозим, люди тоже, которые едут, приезжают. И скажу о том, что на нашем, где собирается наш, как говорится, Майдан маленький возле Дюка, там идет пожертвование. И вот это именно пожертвования, которые собираются, они передаются потом на Майдан, этой вещи, этой продукты питания. И скажу о том, что вот перед вчерашним, как говорится, вече, который было там, выехал грузовой микроавтобус, который повез, раньше повез питание, повез теплые вещи. В Одессе, да. И потом четыре автобуса выехало рано утречком, для того, чтобы приехать на Майдан, в нашу палатку, где стоит наша одна палатка, потом там вторая палатка стоит. И я скажу о том, что даже вот зайдя туда, на каждом углу, на каждом, где-то на Крещатике, там возле метро, везде стоят любители-музыканты. Там стоит возле город администрации пианино, который я вот тоже снял на видео. Вокруг собрались, играют на пианино и на кардионе, поют песни веселые, все подхватывают. И я скажу такое дружелюбное, такое вот название. Никто за деньги туда не платит. Туда приходит очень много киевлян. Ну вот люди стоят уже долго, да, то есть в принципе уже сколько? Больше трех недель. Больше трех недель. Да, больше трех недель. Не устали? То есть не чувствуется такого, что люди сняли? Нет, я вам скажу то, что приезжают на замену. Вот мы привезли тоже на замену, приехали людей, больше половины осталось. Остальные, которым нужно приехать домой, там семьи, есть некоторые работы, потому что многие взяли за свой счет. За свой счет на работе взяли, поэтому приехали замена. И вот это вот, которые там три или четыре, даже сотни стоят вот одеситов наших, они все время меняются поочередно. Поэтому рядом кухня стоит. Я вам скажу такой случай, я скажу, что питание на высшем уровне. Мне пришлось попробовать там суп, это такие котлы стоят, варятся с этим дымом. Я скажу, любой, выходят девчонки там в халатиках таких, как работники общепита, пекут пирожки в город администрации, выносят на корзинах и каждого угощают. Вот и бутерброды выносят, чай выносят, угощают. Поэтому любой гражданин Киева, который вот пенсионеры, который вот немножко тяжело живется, может одет не по зимнему, только заходят сразу же волонтеры, которые находятся. Там очень много малыш-волонтеров заводят, где можно переодеться, где можно одеть курточку, где можно носки теплые. Очень много привозят носков теплых. Привозят там и ботинки зимние, и курточки для того, чтобы одеть. И покормят, и в этом. Я вам скажу, что настроение, песни поются, выступления. И я скажу о том, что выходят на сцену, ну, понимаете как, самородки, стихи рассказывают. Вот когда я приехал из деревни, мы стих сочинили. Ну, стих, который даже претендует на какую-то премию. Песни выходят, поют, молодые студенты, все. Поэтому я скажу о том, что это дружелюбный, но имеет свои цели и задачи, которые... Вот я, кстати, хотел бы поговорить немножко о целях и задачах. Сейчас, если можно так сказать, Майдан несколько трансформировался, и цели немного изменились. Но если мы вспомним предысторию, да, то Майдан собирался первый раз, когда собрались студенты на Евромайдане, цель была... Евроинтеграция. Евроинтеграция. И, кстати, вы, Юрий Николаевич, в составе украинской делегации принимали же непосредственное участие в Вильнюсском саммите ЕС. Как вы считаете, почему тогда, я имею в виду, украинская делегация не подписала соглашение? Я принимал участие в бизнес-делегации. Вот у нас справочник, где были какие с нами были крупные представители бизнеса разного направления, которые приехали именно на саммит Восточного партнерства. Это вот и перерабатывающая деревянная самопродукция, это и Укртабак, это и главный инженер президента Антека Антонова и другие, которые именно хотели... То есть люди в составе делегации? В составе делегации, да. Здесь и АСНАП, это международные перевозки, это и потребка кооперации. Фирмы, которые уже давно торгуют, имеют 78 сопротивления с европейскими странами. Поэтому мы были... Вот у меня журнал тоже всех, кто присутствовал, и вот и министр экономики СНОПКОВ, Белоруссии, вот и Бильдев, министр странных дел Швеции, и Борозу, и Штефан Фюлли. Все присутствовали министры экономики Молдавии, Грузии, Азербайджана, других странами все рассказывали. И мы слушали до последнего момента приезда нашего президента, и мы до подписания, мы даже не знали, что будет и как. Мы все беседовали, говорили, как вот наладить отношения, какие будут партнерские отношения. То есть, в принципе, будучи уже на саммитах, вы надеялись, что соглашение... Да, будет записано, и после того, как президент веселый на селе приехал, и всех утвердил, что очень хорошо, что все будет окей, мы тоже надеялись, что будет хотя бы подписано какое-то коммунике, какое-то будет описано протокол намерения о том, потому что, да, есть экономические какие-то недоговоренности. Ну и я скажу о том, что вот поэтому перед отъездом туда студенты были на Майдане возле Стеллы, где они всю жизнь там собираются, и они именно приветствовали нашего, допустим, президента, который вышел и сказал, что все отлично, вы там находитесь и поддерживаете. И все с надеждой с этого были, что студенты, молодежь в особенности и предприниматели, которые были возле Стеллы, они именно за евроинтеграцию. Ну да, к сожалению, надежды не оправдались. Здесь есть звонок от наших телезрителей, давайте послушаем, ответим на вопрос. Добрый вечер, мы слушаем вас, вы в прямом эфире. Студия, добрый вечер. Да, здравствуйте. Недавно Юракадемия отправила 16 лет. Там высокопослами сказали, вот, мы сами лучшие в Украине и в Европе. А как понять, что с ЖД вокзала отправили целый эшелон студентов и преподавателей, тем более под угрозой, тем, которые, как сказали, и зачет поставили, а преподавателей не будет отзываться. Оцените, то есть дайте мне, я извиняюсь, дайте им ваши... Я могу сказать. Если позволите, да, раз вопрос касается студентов, я недавно, в прошлом, да, был студентом. Ну, во-первых, что бы хотелось бы сказать. Ну, я уже замечал это, да, что у студентов, как у молодых людей, которые только закончили школу, да, и только начали формироваться как личности, у них, конечно же, еще не сформировано, говорю, что гражданское создание, да, может быть, у нас в целом проблемы с формированием гражданского общества, но студент – это человек, он как флюгель, он поддается влияниям, и поэтому для них был весом аргумент того, что им поставят зачет, им помогут в сдаче сессии и так далее. Я помню, когда я был студентом, это действительно, это был один из методов, да, так сказать, ну, манипулирования мнением студентов. Однако, в 2004 году я был на первом курсе. Я помню, что когда я пришел в оранжевом свитере в университет, да, это был фурор, потому что у меня ректор, он поддерживал политику партии регионов, поддерживал президента, ну, тогда Виктора Януковича, вот. И поэтому, ну, были какие-то вот объяснения, профилактические работы с проектами, тогда я говорил, что это моя гражданская позиция. Я однозначно считаю, что наша страна должна идти по демократическому вектору развития, по европейскому вектору. Вы знаете, через неделю буквально, ну, все привыкли, привыкли, как мы привыкаем ко многим вещами, то есть оранжевый свитер, он не был бельмом, а наоборот, как-то хорошо вписывался. Относительно преподавателей, ну, мы знаем, что у них и так небольшие зарплаты, и это большая проблема, они наиболее поддаются вот этому вот манипулированию, они уговаривают студентов по той простой причине, что у них уже есть семьи, у них есть уже обременение, да, и они сегодня являются заложниками. То есть люди подневольные. Подневольные. И вот как раз на этих подневольных людей надавили. Я вам скажу о том, что иногда проректоры, деканы и некоторые такие активные преподаватели сами проявляют инициативу, даже, бывает, подставляя своего руководителя. Даже, бывает, проявили инициативу, кто-то дал указку, неизвестно, кто указку дал, и они тогда начинают формировать. Они начинают запугивать студентов, что тебе зачет не поставил. В особенности страдают те бюджетники, кто на бюджете. Вот это вот и сейчас так и получилось, потому что я знаю, что во многих вузах учатся, которые вот в нашей футбольной команде, вот девочки в Черноморечке занимаются. Я имею в отношении много с молодыми предпринимателями, которые вот и подрабатывают. То, что сразу пошло запугивание, что вот зачет не получишь и то, что ты не будешь, самое, на стационаре придешь на контракт. Поэтому они поддаются, потому что мы видели, что я был там и подходил издалека, потому что не подпускали, очень серьезно не подпускали, была охрана, может, это и для обеспечения, то, чтобы не было столкновения, была охрана. Но очень много молодых студентов первого курса, второго курса. Я знаю, что много родителей, и мне звонили, Юрий Николаевич, как повлиять на то, чтобы не ехала, она приболела, она хилый ребенок, и туда-сюда, что вот это, ну, сказали, ехать и едут. Поэтому я скажу, что рвение некоторых наших руководителей не нужно. Нужно, может, подсказать что-то, можно и не выполнять. Поэтому я хочу сказать, что выступления даже потолкнули к этому выступления наших общественных деятелей. Я вот очень хорошо знаю некоторых руководителей афганской организации, вот и ветеранских организаций. И меня очень удивляет, зная, фамилии не буду называть, вот и председатели ветеранских городской организации, я сам ветеран, но меня никто не спросил, почему выступления, и просят, обращения, просят президента принять жесткие меры по отношению к Майдану законами. Но нарушается, там же нарушений нет. Во-первых, это место громады. Громада имеет право собраться. Самое главное, кто имеет право приказать и снять статью Конституции на собрание субумирное и выражить свое мнение. Поэтому я скажу о том, что на Майдане сейчас, в данный момент, по сравнению с тем, что был антимайдан. Во-первых, я многих спрашивал, что мы за Евросоюз. И здесь за Евросоюз как будто стоят. И здесь они. Поэтому президент тоже политику выбрал, если мы поддерживаем и правильно сделали президенту. Так почему тогда делается неразъяснение граждан? Мне нужно было разъяснить, вести, добиться чего-то. Но когда мы были на саммите, спросили, а где же ваши расчеты? Вы попросили столько много денег. Но деньги будут даваться, средства будут даваться инвестиционные на поднятие банковской системы, на развитие малого и среднего предпринимательства, которые даст толчок. Но дается 10 лет приведения Украины к стандартам европейским. Это коррупцию нужно убрать. Сильнейшая коррупция, где деньги. Я скажу одно выражение одного политика, который там выступил, сказал, что Украина это уникальная страна. Можно украсть годовой бюджет, и никто не заметит. Да потому, что граждане и не видят этого бюджета. Всередушная коррупция через тендеры, через другие. Поэтому вот эти все связи нужно пойти. Я скажу о том, что президента очень серьезно подставляют группы, влияющие на администрацию и на президента. Поэтому я просил наших общественников очень внимательно. Никто там за деньги не стоит. Никто там там стоят люди за свободу. За свободу высказываться. За свободное предпринимательство. Без коррупции. Без наезда. Студенты обязаны заниматься и будут отдаваться стране, но их нужно сначала устроить, дать рабочие места. Но этого уже нету. Поэтому нужно создать условия. Нужно поменять общую политику. Поэтому сейчас ставится вопрос полностью применять отношение государства к своим гражданам. Это да. Вы знаете, я хотел бы немножко поговорить о Одесском Евромайдане, потому что те события, которые происходят в Киеве, на самом деле многие наши телезрители могут наблюдать и на центральных каналах. Некоторые люди сами непосредственно участвуют в этих событиях. Есть возможность поехать в Киев. Насколько я знаю, многие одесситы тоже поддержали участников Евромайдана, отправились на Майдан на заложенности в Киев. Более того, кто не смог поехать в Киев, они, конечно же, вот собираются у памятника Дюку на Приморском бульваре. Я хотел, чтобы вы рассказали подробнее о том, что происходит здесь, на нашем Одесском Евромайдане, но после того, как мы ответим на вопрос наших телезрителей. Добрый вечер, мы слушаем вас, вы в прямом эфире. Алло, мы слушаем вас. Да. Я хочу вот вам сказать в защиту студентов. Совершенно у них не определившаяся позиция, как вы говорите, что они молодые и не знают что и к чему. Их заставляют, например, из высшей мореходки, заставили ехать по причине того, что их выселят из общежития. И мало того, что там холодно в этом общежитии, оно плохо отапливается, оно в плохом состоянии. Там забрали у них обогревающие приборы, это же военизированное учреждение, как вы понимаете, и экипаж. Ну да, то есть люди там живут. Их заставляли ехать на Евромаидан под угрозой выселения, потому что одесситы, конечно, живут дома, а иногородние ребята, они что, подневольные? Или на улицу иди, или едь в Киев, на псевдо Евромаидан. Да, Вот и все. Вы, кстати, чуть-чуть прослушали, как раз об этом и говорили наши гости, что это люди подневольные. Мы как раз об этом и говорили. Разрешите несколько слов об Одесском Евромаидане. Да, вот давайте вспомним предысторию, как только был создан Одесский Евромаидан, его тут же, буквально через неделю, даже может быть меньше, разогнали. Это произошло раньше, чем на разгон в Киеве. При том, можно сказать, что власть уже тогда Одесская боялась тех волеизъявлений граждан. И я помню, тогда был тоже жестокий разгон. Несколько человек получило и травмы, и сроки получили. По пять суток сидели, общественники получили. Но я хочу сказать, что в Одессе есть своя атмосфера. Я, конечно же, был две недели на Евромайдане в Киевском, и там могу сказать, что да, есть в Одессе одесский Евромайдан, действительно, где собираются одесская элита, собираются студенты, собираются люди разных экономических и социальных слоев. И на нашем одесском языке объясняют и пытаются донести до наших властей, что нужно что-то менять. Но мы устали уже жить в такой стране. Что на самом деле коммунальное хозяйство города находится в упущении. Что за эти три года, которые был Алексей Алексеевич Костусев, оно просто ушло в тартарары, так назовем. И сегодня нужно нам ставить новые планки и новые стандарты. Не латать дыры, а может быть рассмотреть эту политику города и коммунального хозяйства, экономики города и социальной сферы в новом аспекте, в новом векторе. И мы предлагаем европейский вектор. Мы говорим давайте посмотрим с этой стороны. Потому что старая, назовем так коммунистическая система, она уже дает трещину, она уже не работает. По этой причине всегда приятно, да, я когда уезжал в Киев, я был убежден, что одесский Евромайдан наверное через какое-то время уже разойдется, уже все едут в Киев. Но нет, одесситы продолжают отстаивать свое мнение, одесситы упорно говорят о том, что нет, мы будем стоять. И это приятно, я сегодня буквально перед эфиром выступал на Евромайдане и царит все та же приятная атмосфера Одесска с шутками, с юмором, то есть мы сегодня записан гимн Евромайдана, я думал, что я видел, что на телеканале круг его транслировали, это приятно, это наш подход и мы вносим свою изюминку во все вот это европейское движение в Украине. И поэтому я хотел бы сказать большую благодарность всем, кто приходит на Евромайдан, всем, кто его организовывает, что действительно люди не сдаются и что у них действительно есть своя гражданская позиция, они активно ее отстаивают. Есть у нас еще один звонок, давайте послушаем телезрители. Добрый вечер. Мы вас слушаем, да, вы в прямом эфире. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Вот из-за всей этой революционной ситуации, революционной активности, как и на второй план, совершенно ушли городские проблемы. А они по-прежнему остаются. То есть деревья, трамваи горят, деревья спиливаются. Вот. И исполняющие обязанности мэра Брэндак никак активности не проявляет. И, по крайней мере, я не наблюдаю лично. Может быть, общественности каким-то образом на волне такого революционного подтолкнуть нового мэра, исполняющего обязанности к наведению порядка в городе. Спасибо. Да, спасибо. Я добавлю единственное, что они не просто остаются, они усугублены. Я хочу сказать, что Олег Брэндак принял эстафету, ту эстафету, которую вел три года Алексей Леже Костусев. И хозяйство ему достаточно тяжелое. Он молодой человек и имеет взгляды очень. Но то окружение, которое его окружает, оно еще осталось то же самое. Вот он пытается где-то поменять кого-то, где-то сделать. Мы его видим на разных мероприятиях, ветеранов, везде. Он себя ведет очень, я скажу, без охраны ездит, без сопровождения, без мигалок. Я скажу, что если вот помочь ему, но самое странное в том, что вот я прихожу тоже на наш Одесский Евромайдан, я приглашаю туда прийти людей, которые дадут предложение, как нам изменить город, поставить политику города. Я думаю, что если громадой, громадой именно настоять, выработать ту позицию, тогда будет. Но апатия и безразличие наших граждан это очень большая проблема сейчас в городе. Вы посмотрите, сейчас граждане апатично относятся к защиту своего двора, защиту своей лестницы, защиту своей подъезда, защиту своей улицы, защиту района и города. Поэтому вот этим должны подняться и выйти туда, к дюку, выйти люди должны подсказать. И если гражданская позиция будет именно на, так как был задан вопрос, на те бытовые обслужбы, которые в городе, я скажу, вот прошло лето, прошло все. Где делись средства от нашего кричали туризма? Если у нас КП Лузановка 10 тысяч гривен в год прибыли, мы знаем какие там проблемы с директором КП, который поймали на взятках, какие предприниматели берутся, проблемы уйма, да, поэтому на этой волне я думаю, что Одесский Евромайдан именно ставит тоже в задачу того, чтобы как-то поднять город, чтобы наш город процветал. Вот это пиление дверей, это деревья. Возьмите французский бульвар. Разрешите, я бы все-таки хотел немножко с другой стороны, в другом векторе взглянуть, да, первый вопрос, что вы сказали, что Олег Брэндак, он старается и так далее. Да, может быть, он старается, но на самом деле он со своими обязанностями не справляется. По той причине, уже мы об этом много раз говорили, что он а, боится взять на себя ответ, разрешите, я доскажу несколько слов, да. Я считаю, это мое личное мнение, что он со своими обязанностями справляется, и он взял эстафету действительно не бегущего, уже там ползущего костусе вода и продолжил ползти, он не начал разгонять абсолютно это не коммунальное хозяйство, не экономическую, не социальную сферу, все продолжает цвести плесенью. Второй вопрос, и вот это наша задача одесситов, это выполнять конституцию закона Украины, а наша задача сегодня, это назначить законные выборы, у нас в городе нет мэра, у нас в городе нет человека, который будет по закону нести ответственность как мэр, и по этой причине сегодня наша задача будет не подсказывать Брындаку, а сегодня наша задача подсказать верхней власти, так назовем, Януковичу, Верховному Совету о том, что нам пора проводить выборы, и то, и та ситуация, которая сложилась по городам Украины, что они обезглавлены, и там правят секретари, она ненормальная, нам нужен нормальный мэр, который возьмет на себя ответственность и начнет выполнять обязанности законопроект, законопроект по выборам в городе Одессе он подан, Верховный Совет, и так же само, как и по городу Николаево, около 40 городов, поэтому пока на тот момент, когда будут назначены выборы, значит, что в феврале уже выборов не будет, потому что за три месяца, вот если на этом, вот сейчас, не будет принято в сессийном неделе, не будет принят закон о перевыборах, значит, мы уже после каникул, поэтому подан законопроект, вы знаете, что подали от депутата, от удара, подали, и других подали, от нас, одесситов, все зависит, что мы сделали какой-то подсыл, поэтому я вот обращался и к общественникам, которые болеют за город Одессу, на данный момент установить контроль за действием городской и областной власти, посмотреть, нужно, если мы, мы должны сейчас здесь что, предлагать руководители на эти должности, я вам скажу второе, вот назначили председателем Приморской администрации, многостановщенцу, 30 с чем-то лет, работала в ЖЭКе, я не за кем там назначен, что только назначено, значит и кандидат наук преподает, и депутат горсовета, и в комиссии, и представитель, если человек никогда не был чиновником, может ли руководить таким районом, в котором я живу, я возмущаюсь, я сейчас буду тоже писать, так как я житель Приморского, я буду громаду, в том, что нужно назначать это, вот здесь мы уже увидели назначение, каждый депутат Верховного Совета под контроль начал брать районы, депутат Верховного Совета не представитель одного какого-то района, он представитель в государственном Верховном Совете, поэтому мы должны взять под контроль и давать оценку, вот назначение, почему сейчас заместители находятся, те, которые были, и мы знаем, один попался на взятки, второй попался на взятки, Ищенко, сейчас все остальные, они сейчас объединились, как кого-то выжить, поэтому вот мы должны предлагать, что мы предлагаем громады, начальником управления экономики должен быть, начальником, вице-мэром по, заместителем городского уголовья по ЖКХ должен быть вот этот, и громады провести, сделать представление, сделать предложение на сессию городского совета, и у нас же много депутатов, вы же помните, как выборы были. Ну вот, кстати, вот сейчас вы говорите действительно о конкретных действиях, конкретных шагах, то есть это конкретная работа, но я предлагаю все-таки вернуться к обсуждению более глобальных проблем, потому что, вы же видите, пока в Киеве власть парализована, мы не можем решить вопросы на местах, на местах, к сожалению, да, и вчера, кстати, вот на этих мероприятиях, на митингах, которые проходят в Киеве, один из лидеров оппозиции, Арсений Цинюк, заявил, что на следующей неделе, то есть я так понимаю, на этой и на следующей в том числе, оппозиционные силы будут добиваться всеми возможными законными, естественно, способами отставки правительства. И я хочу напомнить, что предыдущая попытка сместить кабинет министров Николая Азарова провалилась в Верховной Раде, и, насколько мне известно, можно только один раз в течение одной сессии Верховной Рады выносить этот вопрос. Но есть два пути, есть два пути, два пути есть, чтобы вы знали, сегодня уже собрано 200 подписей по отставке премьер-министра. Уже собран депутат Верховной Рады. Сейчас второй, еще третий путь есть, это ему уже вышел на пенсию. Значит, президент должен своим указом продлить, поэтому сейчас президент, если я буду поставить, в том, что перевыборы полностью, все кабинет, назначить тот, кто будет представлять кабинет министров, согласовать все, вынести на Верховный Совет именно кабинет министров. Поэтому два пути уже есть. 200 подписей уже собрано и указ президента. Но я вам хочу сказать, что сейчас, в данный момент, попадает под увольнение министры, которые были указом президента в 2013 году, назначены 12 марта, о продвижении евроинтеграции. И потом было постановлено кабинет министров, вот я скажу, какое это было, так, 13 февраля 2013 года, 73 и Р, про затверждение плана пришедшего захода, что от интеграции Украины до Евросоюза. И назначены все министры, кто отвечал за все. Поэтому должны понести наказание, что они не провели то должное, увели заблуждение граждан города Украины. Поэтому здесь мы должны добиться вот этого. В отставку правительство должно уйти, должно быть согласовано с Майданом, потому что Майдан дал мандат трём лидерам, да, трём лидерам. Сейчас лидеры трое, только по мандату вот самое Майдана, сейчас за Непр, там Координационный Совет создан один, второй, который координирует как молодёжный, так и другие. Поэтому сейчас должно пойти, и президент должен представить человека, который на должность премьер-министра, он должен сформировать правительство, и выставить его на Верховный Совет. И тогда депутаты Верховного Совета будут говорить, кто достойный. Там должны прийти профессионалы. Я хотел ещё дополнить, мы бегло пробежались, я всё-таки хотел сказать о всех трёх требованиях. Первое требование Майдана, это была отставка правительства, второе требование это наказание виновных в избиении студентов, и плюс отпустить всех людей, которые незаконно были привлечены к ответственности, и третье, это всё-таки продолжить курс евроинтеграции. Давайте посмотрим на планомерность действий Майдана и так далее, и лидеров оппозиции, что мы действительно идём к этому. Власть начала искать среди себя, можно так сказать, внутри себя, кто же виновный. Уже там называются разные кандидатуры, и Попов, и Клюев, это мы потом посмотрим, что из этого в итоге выйдет. Сегодня уже следующий шаг к тому, чтобы второй раз вынести вопрос о снятии правительства, но сегодня уже другая политическая ситуация. За эти две недели политическая ситуация изменилась, и внутри политика, внутри партии регионов и доверие к главе государства сегодня изменились. Поэтому это актуально и абсолютно правильно ставить этот вопрос. И так же актуально и правильно после отставки правительства будет ставить вопрос о возобновлении взаимоотношений с Евросоюзами и подписании ассоциаций. Поэтому я считаю, что та горячка и то, что говорят, что Евромайдан не выполняет своих функций, функции выполняются, притом планомерно. Да, может быть, не так быстро, но не все революции, я напомню, делались быстро и за пять минут. У нас есть еще один звонок. Хочу предупредить вас, у нас осталось всего лишь две минуты, поэтому 30 секунд вам будет на ответ. Добрый вечер, мы слушаем вас. Вы в прямом эфире. Добрый вечер, Александр Владимирович. Значит, Костусев позорно бежал с Одессы. Все заместители его ставленники, какое моральное право они имеют руководить городом? Они должны вместе с ним и уйти. И второе, я считаю, это мое мнение, три области в Украине не могут руководить всей Украиной. Есть такое слово ре-фе-рен-ду. Спасибо. Спасибо большое. Очень коротко, буквально, вот если можно... Первое, чтобы хотел сказать, но я не понял относительно каких областей идет речь, и вообще, но я хочу... Да, я хочу сказать так, что на Майдане представлено единство Украины в все области, и поэтому есть консолидированное мнение украинского народа и украинской нации. Значит, второй вопрос относительно замов. Да, они не имеют ни морального, незаконного права, и по этой причине сегодня стоит задача перед каждым одесситом, да, может быть, выйти на Евромайдан и там поднять вопрос, что назначьте выборы на ближайшем заседании Верховного Совета. Вот, ну... Что ж, поляр... Да, и я хочу... Два слова, не более... Я скажу о том, что в Одессе, прошу, в Одессе не поднимать вопрос о федерализации. Вот эти митинги, которые прошли, это антиконсистационно, это, во-первых, одесситы это не потерпят, потому что мы стоим рядом, и поэтому расколы не будут, и граждане должны поднять, как я говорил, общественность, о том, что должны уйти все те заместители, которые были возле Костусева, и предложить людей. Спасибо, спасибо вам за активное участие в программе, мне остается подвести только лишь итоги нашего интерактивного голосования, хочу напомнить, сегодня мы спрашивали у вас, уважаемые телезрители, как вы считаете, удалось ли власти создать альтернативу Евромайдану в Киеве. Как обычно, было три варианта ответа, 20% телезрителей считают, что да, это было убедительно, 65% более половины телезрителей считают нет, это было унизительно, и 15% считают, что из этого получилась хорошая телекартинка. Что ж, спасибо вам большое за активное участие в программе, наша программа подошла к концу, всего вам доброго, до свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова